Нефть-матушка да газ-батюшка Банальная сырьевая пара, обеспечивающая существование российской государственности. Именно цены на две данные позиции страны-бензоколонки формируют острие борьбы за выживание анти-Украины. Увы и ах, за последние два десятилетия, которые войдут в историю как потерянные, рос чиновник, а тем более прожорливый силовик, не думал, как обеспечивать модернизацию страны и каким образом диверсифицировать источники доходов. Россия только симулировала вставание с колен, показывая злокачественный рост за счет распродажи своих недр, но никаких производств с добавленной стоимостью не создавала. Просто не хотела. Зачем? Ведь золотой нефтегазовый дождь позволял перекрывать некомпетентность армии очковтирателей. Здесь и батуты Рогозина, и фактурная бумага Бочарова, и вкус очка Собянина. Тьма подобного креатива уверенно ведет РФ путем иронизации экономики. Вот так раб на галерах оставляет страну с сахой, погостами и армией опричников. Идеальное условие для десятилетий смутного времени. И оно на всех парах врывается в российские будни не только по причине катастрофической военной авантюры против Украины, но и из-за грядущего обвала цен на рынке энергоносителей. В те далекие времена, когда вождь многонационалов еще располагал советниками с нормальным образованием, а не всяким сбродом, он сам рассказывал довольно интересную закономерность про хрупкость российской экономики. Если в странах потребителях энергоносителей начинается рецессия, то в них резко падает спрос на российские энергоносители. Как итог, экономика РФ всплывает пузом вверх. Однако под воздействием неких внутренних высокопоставленных диверсантов, Путин в точности до мельчайших деталей реализует именно подобный убийственный сценарий. Применение российского энергетического оружия массового поражения против Германии и других государств ЕС вызвало стремительный скачок инфляции. Он убивает экономики стран-мишеней так же, как морская блокада Украины российским агрессорам способна повлечь миллионы людских смертей от голода. Опасения вызывают возможный дефицит газа на пике потребления зимой. Но самой России от этого не сладко, ведь большая часть газовой продукции останется нереализованной. Газовую отрасль ждут большие проблемы. Но это цветочки бед, которые ударят по российскому бюджету из-за трансформации ситуации на рынке нефти. Налагообложение от экспорта газа дает около 10% поступлений, тогда как экспортные пошлины на нефть – 30%. Это и есть Кащеева смерть. Ведь именно данная опора российской экономики попала под тройной удар. Сначала европейские потребители начали замещать кровавую российскую нефть и облагать ее санкциями. В итоге из-за своеобразного эмбарго основным поставщиком нефти в страны ЕС впервые за 6 лет стали США. Далее страны G7 разработали план предельных цен на нефть страны-агрессора с помощью механизма страхования танкеров, перевозящих российскую продукцию. Данная удавка может привести к параличу перевозок в случае отказа россиян. К тому же министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о продуктивных встречах с коллегами в рамках G20 по вопросу ограничения цен на российскую нефть. Наконец, изрядный тремор путинской вертикали вызвал визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Новости для Кремля дренные, ведь саудиты согласились принять меры по поддержанию баланса мирового нефтяного рынка. Эр-Риад увеличивает объемы добычи на 50% по сравнению с запланированными показателями на июль и август для насыщения экспортных рынков. Кроме того, Ливия, где пророссийская группировка терпит крах, обещает вдвое увеличить добычу нефти. Подобные шаги уже назвали точкой психологического перелома внутри России. Путинскому плану нефтяного шока – крышка. А значит, в августе начинается искомое смутное время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok